Итак, мы сейчас довязали до 27-го ряда. Я уже провязала первую спицу лицевой гладью 28-го ряда. Почему я вам сказала именно провязать до этого ряда? То есть можно было провязать и еще, допустим, первую спицу, и вторую провязать, кроме последней. Но я вам сейчас объясню. Смотрите, я сейчас делаю метенку на правую руку. То есть у меня здесь будет пальчик. Если же вы будете делать на левую руку, то вы, когда довяжете до 27-го ряда, уже на этой стороне, на первой спице, будете делать то, что мы будем сейчас делать на третьей спице. То есть как бы, если вы делаете на правую руку, то вы полностью провязываете лицевой гладью первую спицу. Если же вы делаете на левую, то уже на первой спице вы делаете то, что мы сейчас будем делать. Теперь смотрите. Провязав все петли с первой спицы лицевой, три последние снимите на дополнительную спицу. Вот так, как бы провязываем. Хотите, сразу провяжите. Теперь смотрите. Делаем последний ряд, как я вам говорила. Провязываем последний ряд узора. Вот мы сейчас поменяем последние петли дорожки. Не забываем первая лицевая, вторая лицевая. Теперь меняем и будет изнаночная-изнаночная лицевая-лицевая. Я довяжу сейчас. Вы провязываете узор, а тогда я вам дальше расскажу, что мы будем делать. Вот третья дорожка. Мы с вами довязываем узор. И последняя изнаночная. Итак, вот последний ряд узора у вас довязан. Теперь что мы делаем? Смотрите. На эту же спицу, где был узор, куда мы снимали три лицевые с первой спицы, довязываем еще три с этой стороны. То есть, получается, с первой и со второй, ой, с третьей спицы на вторую. Вы снимаете по три петли с каждой стороны лицевой. Теперь. У нас было задействовано четыре спицы. Мы берем сейчас пятую спицу. Итак, смотрите. С третьей нашей спицы мы провязываем три петли на дополнительную... Снимаем. Не провязываем. Снимаем. Три петли на дополнительную спицу. Вот так. Теперь у нас получается задействовано уже четыре спицы. И пятая ходовая. Теперь смотрите, что мы делаем. Сейчас мы будем делать регланным способом ввязывать пальчик. Итак, между нашей средней спицей, которая была с узором, и вот этой, где три спицы, есть такой вот промежуточек. В этот промежуточек одеваете на спицу и за заднюю стеночку провязываете лицевую. Вот так вот, на заднюю. У вас получилась дополнительная петля. Теперь провязываете три лицевых, которые у вас на спице. И снова последняя у вас такая вот промежуточек, последнюю. Делаете снова ее на спицу, накидываете и за заднюю стеночку. Итак, смотрите, что у нас получилось. Мы сделали две прибавки с двух сторон по одной. И посредине у нас три петли, которые мы первоначально одевали на спицу. Мы сделали прибавку. Теперь мы вяжем эту спицу до конца лицевыми. И первую спицу до конца мы вяжем также лицевыми. Провязали лицевыми до конца. И продолжаем, где узор, вязать узор. Только смотрите, первые три петли у вас будут лицевая гладь продолжаться. И последние три петли. Узор делаете все сначала. То есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Это в схеме нашей первая, первая линия в схеме, первый рядочек. Я в последующем снятии видео не буду повторять уже, что мы делаем с нашей схемки. Я думаю, что вам здесь понятно. Я буду больше вам показывать, что мы делаем именно непосредственно с пальчиками. А мы делаем вот такое. Смотрите. Вот у нас сейчас получается было три петли. Мы сделали два накида, пять петель. Теперь снова между спицами в этих рядочках мы будем делать прибавки. Но будем делать их не в каждом ряду. То есть если мы делали сейчас прибавки, то в этом ряду, во втором, мы не делаем прибавок. То есть просто провязываем наши пять лицевыми. И до конца ряда довязываем лицевыми снова. На самом деле все очень просто. Я как бы, может, немножечко сейчас вам непонятно объясняю. Смотрите, что мы делаем. Мы снова провязываем первую спицу лицевыми петлями. Вторую спицу мы провязываем узором плюс по бокам лицевая гладь. И когда дойдем до пяти вот этих наших петельочек на руке, на пальчике, на большом, я покажу, что делать дальше. Дойдя до нашего пальчика снова, мы делаем между нашими рядами, вот в промежуточках, снова прибавки. И провязываем их перекрещенными. То есть вот у вас провязали лицевую перекрещенную, получается снова петля. И оставшиеся на спице пять петель мы довязываем сюда же лицевой гладью. И снова с последней, вот с последнего промежутка за спицей мы снова перекрещенную и делаем лицевую. Таким образом, смотрите, мы будем на остальных спицах продолжать. Здесь будем продолжать узор вязать, здесь лицевая гладь, здесь лицевая гладь. А там, где пальчик, мы будем, смотрите, через ряд делать прибавку. То есть мы сделали, у нас было три петли, мы сделали по одной прибавке. В следующем ряду мы просто провязали пять петель со спицами лицевыми. Теперь третий ряд мы снова сделали прибавки. Четвертый ряд мы будем делать просто лицевыми наши семь петель, которые сейчас на спице вы видите. Теперь снова просто лицевыми ряд прибавки, лицевыми прибавки, лицевыми прибавки. Таким образом, нам нужно сделать прибавки, пока у вас на вот этой спице не окажется 15 петель, то есть здесь вы продолжаете, еще раз повторю, делать узор, какой у вас был, то есть молнию до конца, наши дорожки, как бы вот эти вот такие плавные, там где лицевая гладь вяжете лицевую гладь, а здесь делаете прибавки. Но обратите внимание, петли должны быть обязательно перекрещенными, для того, чтобы у вас здесь было минимальные дырочки, то есть они как бы будут, но они меленькие, их по ходу вязания не сильно будет видно, ну как, будет так смотреться, как просто фрагмент из вязания, то есть дырок так таковых не будет. Видите, идет плавное прибавление. Итак, до 15 петель прибавки делаете. Итак, вот я довязала до того момента, когда у меня на прибавочке, вот здесь вот на регланной 15 петель, и я еще провязала один свободный ряд, то есть лицевыми, как бы закрепила его, то есть сейчас получается у нас местоположение как бы для 16 прибавки, ну то есть для 16-17 петли, но мы их делать не будем. Смотрите, я просто одела вот, на ниточку переодела эти петли открытые. Почему на ниточку? Потому что если вы переоденете на булавку, как бы не будет очень удобно, мы сейчас будем их соединять, вот эти вот стороны. И, ну, я вам посоветую тоже все-таки на ниточку переодеть. И ряд до конца я довязала, вот, до того момента, где у нас начало, вот, я довязала просто лицевыми. Теперь что мы будем делать? Мы будем сейчас формировать резинку один на один. Смотрите, я как бы сейчас буду опираться на вот эту петельку изнаночную, вот, то есть у нас как идет изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. То есть я с этого момента посчитаю, какую нам нужно сейчас делать петельку. И вы точно так же, смотрите, при вывязывании второй метеночки на левую руку, обязательно обратите на это внимание, что у вас должны петли совпасть в резинку, как бы войти, вот, как у нас здесь было, выходила из резинки эта дорожка, красивенько, посмотрите. Так она должна и войти в резинку. То есть, так как у нас здесь лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее, мы начинаем считать отсюда, вот, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть я сейчас буду начинать с изнаночной петли и формировать резинку один на один, как у нас было в начале. Итак, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Вот продолжаете здесь. Продолжаете лицевая, изнаночная, 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 лицевая. Смотрите, у нас все петли вошли как они вот здесь вот получаются, как зашли аккуратненько, так и вышли вот здесь вот. Обратите на это внимание, то есть вот здесь вот продолжаете, опираясь на вот эти узоры. Три последние петли лицевой глади тоже довязываете. Лицевая, изнаночная, лицевая. И делаете вместо изнаночной, смотрите, вот такую вот петлю под палец, захватываете и выводите. То есть как одеваете, вот как вы набираете петли классическим способом, вот вы натягиваете вот так вот, то здесь просто вот раз и одели. Это будет у нас вместо изнаночной, обратите внимание, я их переодела на отдельную спицу. И продолжаете. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Смотрите, здесь у нас замкнулся круг лицевых и изнаночных. И здесь мы добавили всего лишь одну как бы изнаночную. И продолжаем вязать резинку один на один. Вот, продолжаем формировать над изнаночными, изнаночными, над лицевыми, лицевые и так далее. И так вяжете резинкой один на один еще 14 рядочков. Довязав 14 наших рядочков, берем ножнички и обрезаем ниточку, где-то оставляете сантиметров 40-50, 40, я думаю, будет достаточно. И вдеваете ниточку в иголочку. И теперь мы будем заканчивать трикотажным швом. Я показывала уже, как этот шов делать на метенках совы. Еще раз покажу, потому что многим было не очень понятно. Ну, единственное, что, извините, спицы я никуда не дену. Итак, смотрите. Первая у нас изнаночная. Поэтому мы сейчас закрепим ниточку изначально. Вдеваете перед, вот так вот у нее, перед, и в образовавшуюся петельку сделайте вот так вот, как бы, ну, вденьте в нее и протяните вот так вот эту петельку, не снимая со спицы. Теперь смотрите. Так как первая у нас изнаночная, мы за нее закидываем вот так вот. Смотрите, за нее снимаем и за лицевую. В образовавшуюся петельку вводим нашу иголочку. Теперь, так как первая лицевая, то перед вводим и снимаем первую. Вторую перед просто вводим, не снимая. В образовавшуюся петельку снова вот так вот протаскиваем ниточку. Теперь опять вторая изнаночная, мы за нее снимаем и за лицевую, в образовавшуюся петельку продеваем ниточку. Теперь первая лицевая, значит, перед ней снимаем и перед изнаночной вводим. В образовавшуюся петельку снова вот так вот протягиваем. Теперь изнаночная, значит, за лицевая, значит, перед. В общем, первую обязательно петельку снимаете, вторую не снимаете. Вот, смотрите, первую я сняла, вторую просто захватила. Теперь снова первую сняла, вторую просто захватила. В образовавшуюся петельку протягиваем ниточку. Поначалу будет не совсем понятно, но я там уже скидывала под видео ссылочку на трикотажный шов, там более понятно и видно. Ну, я думаю, в принципе, здесь и так понятненько. Схема такая, что если изнаночная, то за вводим и снимаем. За изнаночную, за лицевую, в образовавшуюся петлю вводим. Вот так вот. Если лицевая, то перед. Перед. Для чего мы закрываем трикотажным швом? Потому что это резинка 1х1 и хочется так, чтобы она была и оставалась резинкой. Вот, смотрите, я вам покажу, что получается. Вот, видите? Получается вот так, как бы продолжение резинки. То есть, аккуратный такой шовчик. И он при этом, вот, как резинка, он восстанавливается. Мне нравится, как получается. Итак, изнаночная, за лицевая, перед. Не важно, какая первая петелька в начальном, ну, когда начинаете именно делать этот шов. Важно, что закрепите ниточку. Если это изнаночная, значит, изнаночная. Если лицевая, то лицевая. В общем, так вот вам нужно продолжить до конца ряда. Я думаю, что, в принципе, вам понятно. Так как у нас на первая изнаночная, то сзади. Если лицевая, то спереди. И так далее. В общем. Так, продолжаем. Теперь снова изнаночная, значит, изнаночная. Сзади. Лицевая, значит, спереди. Изнанка сзади вводите, снимаете, протягиваете. Лицевая, перед вводите, протягиваете. В общем, так до конца ряда. Сильно плотненько. Не советую вам затягивать ниточку. Делайте так, полусилу. Затяжку. Потому что оно должно быть такое. Не сильно тугое. Для того, чтобы поместилась ручка. И для того, чтобы оно так стягивалось, восстанавливалось. Если будет сильно растянуто, то тоже не будет держать форму. Если сильно стянуто, то не поместится ручка. В общем, делайте так до конца. И, в принципе, мы уже здесь с вами сделаем до конца. Все вместе. Постепенно у вас освобождаются спицы. Как вы видите, у меня уже последняя спица осталась. Изнаночная, значит, сзади. Лицевая, значит, спереди. Вот, видите, я полусилу. Ну, как раз хватает ниточки, той, которой мы оставили 40 см. Вполне хватило достаточно. Вот. Теперь мы заканчиваем сейчас уже. Вот, у меня осталось буквально несколько стежков. И просто потом закрепляем ниточку. Вот я сделала последний стежок. Первую. Вот так вот, смотрите. Первая у меня получилась лицевая. Я вперед тонзила. И вот здесь могу еще где-то вот так вот закрепить. Сейчас я вот тут закреплю еще. И снова в петельку ввожу. Отлаживаю спицу. И на изнаночной стороне я вот так вот загоняю. Делаю такой вот слегка узелочек. Ну, такой полуузелочек, я бы сказала. Хотите, сделаем до конца узелок. В общем, закрепляете ниточку с изнаночной стороны так хорошо, чтобы она у вас не кололась, ничего. И прячете за швами. Как раз пока у вас иголочка, ниточка в иголочке легче спрятать. Хотите, крючком, обрежьте. В общем, все, что хотите. Так, теперь мы обрезаем нашу ниточку и приступаем к обработке пальчиком. Вот я делала наших 15 петель на 3 спицы по 5 штучек. И присоединяю ниточку. Вот, первую петельку я делаю лицевой. И все последующие у меня также будут лицевой. Оставьте здесь ниточку такую, где-то сантиметриков хотя бы 10. И продолжайте вязать лицевыми петлями. С первой спицы, со второй спицы нам нужно замкнуть круг. То есть мы провяжем сейчас 3 спицы и соединим их между собой. Замкнем. Вот, 15 петель, 13, 14, 15. Вот мы провязали. И теперь замкнем их круг. Вот, просто соедините вот этот, получается, кончик за пределы круга. А здесь продолжаете вязать круг. У вас немножечко вытянутся петельки, но не переживайте. Вот, смотрите. Можете более ровнее так провязать. В общем, вытянуться петли вы не переживаете. У вас они потом уберутся. Единственное, что затяните максимально сейчас вот эти петли, которые вы провязываете. Вот. И теперь, смотрите. Я вам показываю один из способов. То есть существует много способов провязывания реглана. Именно в варежках, метенках. Но я делаю, вот смотрите. У меня здесь такой вот небольшой остается дырочка, такой промежуточек. Я, для чего я оставила вот эту небольшую ниточку, я ей потом аккуратненько, гладенько вот здесь вот зашью. И буду продолжать палец вязать, ну, как бы высоту набирать, несмотря на то, что у меня здесь такая промежность, когда остается промежуточек. Сейчас мы с вами провяжем немножечко лицевой глади и будем заканчивать резинкой один на один. Вот я провязала три рядочка после того, как мы замкнули круг. И теперь буду переходить на резинку один на один. И там тоже провяжу буквально три рядочка. Смотрите, как мы делаем. Первая лицевая, затем изнаночная и так до конца ряда. И у вас должно в конце ряда уже быть тоже лицевая. То есть вот вы сейчас провяжете первую, вторую спицу. То есть вот лицевая изнаночная, лицевая изнаночная и третью спицу. И у нас получается в конце последней спицы тоже лицевая. То есть у вас посередине будет как в начале, так и в конце вот здесь вот две лицевые. То есть резинка один на один, но здесь две лицевые. Это ничего страшного. То есть провяжите еще пару рядочков, я думаю, рядочка три. Так, чтобы наверняка всего у нас где-то получится четыре рядочка. Как раз таки будет нормально для заканчивания нашего пальчика. То есть чтобы он красивенько смотрелся, мы его тоже закончим резинкой. Вот и так вяжете. Вот я заканчиваю почти второй ряд сейчас. И еще провяжите пару рядочков резинкой один на один. И еще раз повторюсь, у вас в конце получается лицевая, как и в начале. Ничего страшного, пусть так и будет. Снова закончили провязывать резинку на уже пальчики. И обрезаем ниточку где-то сантиметров 15-20. И вставляем ниточку в иголочку. И точно так же трикотажным швом мы сейчас закончим наш пальчик. Итак, закрепляем ниточку, как всегда, как я вам говорила. И петелечку вот так вот. Закрепили. Первая у нас лицевая. Значит, мы вводим спереди. Лицевую вот так вот. Лицевую сняли, в изнаночную ввели спереди. Теперь изнаночная, значит, сзади. Вот так вот. Теперь лицевая, значит, спереди. И так нам нужно закончить все петельки пальчика. Я думаю, что вы самостоятельно уже вполне справитесь. В общем, заканчиваем. Лицевая, значит, спереди. Изнаночная, значит, сзади. И вот снова закончили до конца ряда. Закрепили хорошенечко. Вот так, с изнаночной стороны, где-то там, где вам кажется, что удобно и не будет неудобно ручке. Вот так вот закрепили. И протяните чуть-чуть туда, сквозь косичку, чуть-чуть подальше, чтобы кончик у вас не торчал. Обрезаете. И теперь, вот, смотрите, закончили мы пальчик, получился он такой слегка загнутый. Но вы не переживайте, на ручке смотрится очень-очень красиво, я вам сейчас покажу. Но перед тем мы еще введем ниточку в иголочку и закончим вот здесь вот. То есть, я сейчас одену нашу правую метенку на левую руку, для того, чтобы было удобно. И, смотрите, у нас получилась такая вот дырочка. Нам нужно ее аккуратненько, такими вот тайными стежками, вот такими. Тыкая то в одну сторону, то во вторую сторону. В общем, вот так вот поворачивайте руку, чтобы вам было удобно. Нужно вот эту, зашить дырочку нашу аккуратненько, очень аккуратненько, смотри-ка. Будет не совсем удобно, но вы постарайтесь, я думаю, у вас получится. У меня вот тоже, в принципе, получается, но, честно говоря, не очень удобно. Существует миллион способов, в принципе, вот этого регланного вязания. То есть, можно подобрать, чтобы дырочка эта не оставалась. Но, если честно говоря, мне нравится этот способ. Ну, мне нравится, как смотрится он. То есть, на ручке красивенько и такое аккуратное вывязывание получается. То есть, мне нравится. Поэтому я, в принципе, на этом варианте остановилась почему-то. Вот так вот, вы видите, я тайными стежками зашила. Я пока сейчас вытащу вот так вот. Смотрите, получилось очень аккуратненько, не видно ничего абсолютно. Здесь у нас как шло вязание, так и идет. Посмотрите, то есть, вот я сейчас спрячу кончик и покажу вам, что получилось в итоге. И так вот, у меня получились две вот такие замечательные метеночки. Кончики здесь прячете, выравниваете аккуратненько вот эти краюшки наши. Здесь тоже все аккуратненько. Все, как видите, вот краешки наши, как я вам говорила, они растягиваются, как резиночки. И восстанавливаются. То есть, все. Прячете все узелочки, все краешки ниточек. Здесь подшиваете, как я вам говорила, еще раз повторюсь. Вот. Видите, никаких дырочек, ничего. Все тайным швом закрыто. Все красивенько. Обратите внимание, что когда будете вязать на левую руку, обязательно, чтобы у вас узор рис был с противоположной стороны. То есть, вот, обратите внимание. На схеме это есть, но я еще хочу вам это, ну, как бы, в устной форме такой сказать. Потому что можете не обратить внимание первоначально, когда будете вязать. Можете сделать рис во внутренней стороне. То есть, и там, и там. Смотрите только, чтобы у вас волны были как-то в зеркальном отображении. Либо, если будете делать, ну, допустим, вот у вас серединка, можете вот так сделать. То есть, если будет вот здесь вот у вас пальчики. На ручках смотрится очень оригинально. Сейчас я вам покажу это, как они смотрятся на ручках. Вот. Наши готовые. Все поправляете. Вот. Смотрите, как на ручках красивенько смотрятся. Если у вас еще, так вот, даже если вот как у вас короткие ногти, как у меня сейчас, смотрятся очень красивенько. Хотите, украстьте бусинками какими-то, допустим. Хотите, бисером. Ну, то есть, у кого на что фантазии хватает. Я видела еще метеночки на фотографии в интернете. Здесь бантик делают из ленточки обычной однотонной. То есть, в тон метенком, допустим, там, если они красные, то красную бантик, красную такую ленточку цепляют. Если там серенькие, можно серенькую или разноцветные. Хотите, свяжите какие-то полосатые. Например, резинку одним цветом, серединку другим цветом. Здесь снова резинка. То есть, ваше усмотрение. Смотрите, мне нравится то, что здесь аккуратненько ввязан пальчик. Если вам такой способ не сильно по душе приходится, допустим, довяжите до, к примеру, определенной высоты, которая вам нужна. Либо там короче, если хотите. И посмотрите мой видеоурок, как я вязала в совах. В итенках совы. Там я ввязала просто, бросала петли. И из них потом набирала таким вот способом со всех сторон петелечки. Может вам тот способ более попроще покажется и по душе. Но я считаю, что в принципе этот способ тоже довольно-таки легенький. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok